Детский развивающий центр в Самаре Детский развивающий центр «Обережка. Мир», где у самых юных мечты становятся реальностью и реализуются важные задачи. Здесь помогут семье прожить период детства в радости. Занимается Светлана Корнеева любимым делом с 2002 года, без малого 17 лет. Полтора года назад я стала индивидуальным предпринимателем и встал вопрос о том, как развиваться дальше. Для меня за все эти 17 лет подход был понятен, что делать, как делать. Я в этой сфере уже много лет, очень много знаю нюансов и тонкостей. И, наверное, сложности в этом не было, потому что есть была хорошая база и была команда сотрудников, которые уже в этой области тоже работают. Где сейчас можно найти идеи о том, как развить ребенка? Любой поисковик выдаст вам миллионы ответов и вариантов. Стоит ли сразу начинать ребенка развивать? В наше время очень много всего есть, да, и очень большой выбор всего. И вот эти сообщества, ну, допустим, мам по интересам, они, наверное, важны. Вот создание такого сообщества, где мамы приходят и вырабатывают свою родительскую позицию, они находят поддержку у педагогов или у других мам, что вот мой ребенок развивается так, мне подходит это, мне подходит то. Потому что выбор очень большой сейчас информации и того, что можно делать с ребенком, того, что можно предложить. В детско-родительском центре «Обережка» дети стараются узнавать взрослый мир вместе с опытными воспитателями и их помощниками. Развивающие занятия очень многообразны. Группы создаются по возрасту, а стало быть, что ваше чадо будет всегда пребывать в окружении сверстников, что благоволит развитию социальных навыков. Детский центр «Обережка» – это уже направление для мам с малышами от года, и сейчас у нас программы для подростков даже есть, то есть весь спектр услуг для мам с детьми, и он, все эти услуги, они в одном ключе как-то, да, работают, то есть это здоровье, сберегающий такой подход к развитию ребенка. Светлана считает, что очень важно помочь родителям разобраться в вопросах воспитания, чтобы вырастить здорового, умного и счастливого ребенка. Приоритите здоровое физическое развитие, психоэмоциональное, социальное, когда ребенок учится общаться в коллективе. Есть проекты и за рамками детского клуба. Играем с детьми, приглашаем родителей играть в подвижные игры, потому что эта культура такой вот дворовой игры была потеряна, и сейчас мы ее возобновляем вот уже пятый год. И это такой общественный проект. Здесь с любовью развивают интеллект ребятишек и подготавливают их к взрослой жизни в новейшей информационной эпохе. Педагоги не только занимаются адаптацией к детскому саду и школе, учат разным навыкам и техникам социализации. Именно после таких занятий детки начинают осознавать себя как взрослые личности и уже в нежном детстве начинают понимать, чем хотят заниматься в будущем. По ценовой политике мы немножечко все равно ориентируемся на средние цены в городе, потому что сейчас очень много центров детских, и все равно уровень цен он примерно одинаковый. Мы стараемся, чтобы это была достаточно приемлемая цена, чтобы мамы могли прийти, потому что поскольку к нам часто приходят мамы в декрете, это должно быть подъемно. Игры, потешки, пестушки, пальчиковые игры, подвижные игры – все это то, что жизненно необходимо для здорового, физического и, самое главное, психоэмоционального развития ребенка этого возраста. Занятия помогают маме научиться играть с малышом и развивать его, не перегружая. Занятие ведет психолог и нейропедагог. Очень много приходит детей со спецификой развития. То есть есть какие-то сложности, практически многих детей сейчас приходится адаптировать к социальному взаимодействию. Можно мамам передать достаточной информации, чтобы они продолжали пользоваться этим дома. Это легко. Сложно – это когда приходят школьники с уже сформировавшимися проблемами, и там приходится все это решать уже сложнее, тяжелее. А миссия – детей растить. Пальчиковые и жестовые игры, рукоделие, лепка, живопись, слушание сказки, подвижные игры – все это направлено на развитие воображения, память, речи, концентрация внимания, раскрытие творческих способностей ребенка, на развитие чуткости к окружающему миру и приобретение опыта общения в группе. Путь-дорога у нас долгая именно с этим местом, именно здесь, потому что здесь есть единомышленники, есть с кем строить вместе, с кем общаться, с кем обмениваться знаниями, с специалистами, с которыми мы имеем возможность вместе вести ребенка в случае каких-то сложностей и помогать ему комплексно. Детско-родительский центр «Обережка» – это прежде всего союз родителей, готовых создавать для своих детей радостно, и полезное детство. Начинается некая социальная адаптация ребенка. Дома мы с ним один на один, 24 на 7, а здесь два раза в неделю мы видим других деток, других родителей. Ему интересно, и мне, как маме, конечно же, интересно. Плюс мне очень нравится подход «Оберега», что здесь помимо просто развития каких-то творческих способностей, акцент делается на развитии мелкой, крупной моторики, и также очень много подвижных игр. Успешность этого учреждения в первую очередь зависит и от работающих в нем педагогов. Очень важно обращать внимание, при найме, не только на уровень квалификации педагогов, но и на то, как человек сможет расположить к себе детей. Важно, что они находят подход и к детям, и к их родителям. Весь тот опыт, который мы накопили за много лет, он прошел через нас. То есть мы сами приходили со своими детьми, мы проходили все эти занятия. Мы даем только то, что мы проверили сами. Чтобы детский развивающий центр пользовался большим спросом, очень важно выбрать помещение с удобным местоположением. Еще один значимый момент – это комфортное расписание занятий. В программе студии для малышей от 1 до 6 лет нашли место многие методики. Бальдорфская, Карла Орфа, наработки нейрофизиологов, логопедов, дефектологов и лечебных педагогов. И самое ценное – позитивный опыт самих семей. Поскольку центр существует давно, и клиенты уже много лет приходят, и у нас знают, и рассказывают другим клиентам, центр окупается, мы развиваемся, растем, думаем о перспективах. Я бы сказала, что конкуренция для меня лично – это хорошее такое слово, потому что в данном случае к нам придут темы, которые важны – здоровый подход, экологичный подход. Такое человеческое отношение, наши единомышленники. А кому-то маме нужно другое, она пойдет в другой центр, и ей понравится там. И это здорово, когда есть выбор. Начать свой бизнес можно даже с минимальным капиталом и предпринимательским опытом. Главное – выйти на рынок с качественным предложением и заявить о себе. Основные вложения на этот вид деятельности такие. Конечно, основная часть – это аренда, зарплата, покупка оборудования, основных средств, реклама. Многие виды детского бизнеса попадают в категорию социально значимых, и следовательно предприниматель может рассчитывать на поддержку государства. Было потрачено много средств, и сейчас я оформляю субсидии в департаменте развития предпринимательства города Самары, для того, чтобы эти средства возместить. В этом году мы принимаем впервые от наших предпринимателей заявки. Они получают грант в форме субсидий до 350 тысяч на те расходы, которые они уже понесли. То есть это не конкурсная основа, а именно то оборудование, то те производственные мощности, которые они приобрели именно при открытии и введении своего бизнеса. И все-таки 350 тысяч рублей – это достаточно весомая финансовая поддержка. Деньги безвозвратные, и поэтому в этом году у нас порядка уже 85 заявителей. И вот на следующей неделе мы начнем собирать комиссию и обсуждать, кто же будет победителем в этих грантах, кто получит 350 тысяч рублей. Детский центр как бизнес – это интересное направление, которое требует творческого подхода. Выбирайте по своим способностям, интересам и бюджету. Если вы сделаете правильный выбор и приложите максимум усилий, то и как Светлана Корнеева преуспеете в этом деле. Я очень люблю свой центр, я очень люблю свою команду, я очень люблю свою работу, и я ее не называю работой. То есть это мое любимое дело, которым я занимаюсь 17 лет, дает столько вдохновения и столько радости, когда все получается, когда приходят мамы, когда говорят слова благодарности, когда проходит какой-то праздник, и столько улыбок и радости, что это, наверное, восполняет твои потраченные силы, оно наполняет тебя уже той любовью и заботой, которую клиенты дарят тебе, а ты им даришь свою любовь и заботу.